Всем привет! Всех рада приветствовать на своем канале! Сегодня будет видео по запросу. Видео, которое я снимаю где-то раз в два года. На самом деле у меня всего лишь одно такое видео на канале. Это коллекция моего мыла. Я не могу называть себя мыломаном, но я очень люблю мыло и очень люблю смотреть видеоролики про мыло. И это не коллекция даже, это мои запасы. То есть у меня нет такого, чтобы я оставляла какое-то мыло в коллекции, а его не использовала. Нет, все, что я вам покажу, все планируется использовать. И я все покупаю для себя. Здесь очень много, кстати, подарков тоже, потому что все мои друзья знают, что я люблю мыло. Я буду показывать вам мыло по производителям. И начну я с самой большой коллекции, если можно все-таки назвать это коллекцией. Вообще мое любимое мыло. Это завод братьев Крестовниковых. И производитель, если я... Нефис. Я не знаю, правильно? Нефис, по-моему. Вообще, почему мне оно нравится? Потому что, во-первых, за ним не нужно гоняться, оно продается почти везде. А во-вторых, потому, какого качества и какие ароматы у этого мыла. Это просто божественно. У меня есть вот такой наборчик. Кстати, как оказалось, его немногие нашли. Если я не ошибаюсь, я его купила в Ашане. У меня бергамот, но есть не только бергамот. Внутри мыло круглой формы. Оно у меня заслудированное. И я не стала его пока открывать. Не знаю, что-то мне как-то пока жалко. 150 грамм здесь. И это прямо такая вишенка на торте в моей коллекции. Дальше у меня есть три набора из них. Я, по-моему, не покупала ни одного. Это также братья Крестовниковы для детей. Крем-ромашка, крем-чистотел, крем-череда. Эти наборы, по-моему, до сих пор продаются в фикс-прайсе. Они были по какой-то очень-очень смешной цене. И мне дарили их вот такое. Еще у меня есть мыло. Кстати, продается это мыло не только в наборах. Крем-ромашка, крем-чистотел, крем-череда. То же самое, но другое оформление. И здесь каждый кусочек... Слушайте, вот не соврать бы. Я даже не знаю, по сколько грамм, потому что они такие вообще не маленькие. А, 190 грамм. Они прям такие кирпичики, если можно так назвать. И еще у меня есть такая классическая версия. Мое любимое мыло. Единственное, что мне не нравится в нем, это размер. Но, по-моему, оно есть маленькое, детское точно. Иногда я пользуюсь им так. Иногда я его просто разрезаю на две части. Это парфюм масла, парфюм глицерин, парфюм бальзам. Шикарный набор. И если вот нужно какое-то дополнение к подарку, или просто идете в гости, и знаете, чтобы не с пустыми руками. Вот такие наборы. Сзади они выглядят вот так. Ну так, знаете как? На мой взгляд, очень красиво. Я вообще мыла, смотреть на мыло, слышать вот это шуршание, разговаривать о мыле. Это вот моя тема. И такой набор, это совсем недавняя такая новиночка. Эта новинка была в фикс-прайсе. По крайней мере, я ее купила в фикс-прайсе. 165 лет традиции и качества. Ручная работа, парфюмированное мыло. Я не знаю, как выглядит внутри. Я его не распаковывала. Но я так понимаю, что там такие же кусочки, тоже по 190 грамм. Да, номинальная масса, куска 190 грамм. Количество в упаковке 3 штуки. Должно быть тоже очень-очень хорошее. Мыло. Я в этом уверена. Так, ну, кроме этого, еще у меня есть любимая линейка, которая сейчас, кстати, одной из них у меня в использовании. У меня были все, я не знаю, у меня было 3. Наверное, их больше. Это мыло, знаете, чем отличается? Оно мыло-скраб. И я никогда не покупаю себе скрабы для рук. И вот благодаря такому мылу у меня руки, я обожаю мыло-скрабы. Там очень ощутимые частицы. Оно очень классно мылится. Очень классно пенится. Такой кусочек, он не очень большой, но вот приятненький. Ну, в общем, супер. Здесь такая хорошая, такой хороший штампик. Я не знаю, видно вам или нет. Прямо супер. У меня сейчас такое оранжевое, по-моему. Слушайте, наверное, миндаль, наверное, у меня сейчас. И, по-моему, сейчас они на скидках в магнит-косметике. Вот мне нужно зайти и купить. И от Nefis никогда не портится мыло. По крайней мере, у меня вообще ни разу не портилось это мыло. Дальше. У меня есть еще 3 мыла вот таких. По-моему, все 3 тоже мне дарили. Очень красиво. Если я не ошибаюсь, то это другого нет. Роза, миндаль и алоэ. Вот у этого мыло уже другая. Упаковка совсем здесь, видите? Ну, обычная пленочка. Здесь бумажная. Тоже 190 грамм номинальная масса куска. Очень классная мыла. Очень крутая вообще. Супер. Давайте откроем его. Розу. Я хочу вам показать, как она выглядит. Если честно, то я еще не пользовалась им. Ничего страшного. Ой, оно розовое. Так, значит, алоэ зелен. Боже. Ох, красота вообще. Ну, пахнет. Пахнет порошком. Вы знаете, каким-то. Ну, такое сухое, кстати, оно уже у меня. Оно... Я не вижу, где здесь, да, там. Скорее всего, оно где-то написано на таком темном кусочке. Не видно. Ну, такое сухенькое прям. Видите? Вот. Ну, приятно пахнет. Не мой любимый аромат. Я вообще розу не очень. В химии вообще во всем. Но буду использовать розу, скорее всего, для стирки. То есть, я вообще... На самом деле, у меня кусочек мыла всегда есть в душевой кабине. Кусочек мыла у меня есть для стирки. Кусочек мыла у меня всегда лежит на кухне. Кроме этого, и в ванной, и на раковине, и на кухне у меня жидкое мыло тоже есть. Потому что дети, например, редко у меня пользуются кусковым мылом. Хотя я их очень покупаю. Всякие красивые кусочки, но все равно неудобные. Кстати, что касается детского. У меня есть и детская тоже от Нефис. Не знаю. Она, мне кажется, еле... Если есть аромат, то он такой минимальный. Опять же, можно порезать его. И все-таки детям в ванной, чтобы они мыли ручки. И вот такое у меня есть детское мыло. Тоже Нефис. Это вот для стирки однозначно. Оно вот, я не знаю, оно как считается, каким хозяйственным или туалетным. Потому что... Еще есть такое понятие, как марка. И вот детское мыло, значит, марка детская. А если туалетное, то марка ординарная. Я просто... Я не сказала бы, что я такая какая-то супер... Не вижу, слушайте, оно какое. Что-то не написано. Номинальная масса куска 200 грамм. Только написано. Странно. Не знаю, буду выяснять. Но я думаю, что я его в мылицу для стирки отправлю. Это мыло. Оно, кстати, у меня тоже уже давно. Так, все. С Нефис, все. Но я считаю, что это очень много. Вообще, я... Как? Я не люблю, когда прям супер большие какие-то запасы. Я понимаю, что я просто-напросто столько... Ну, зачем? Я не буду использовать, чтобы не портилось. Я очень не люблю, когда портится. Сейчас нашла какое-то... Нашла какое-то мыло и не понимаю от кого. Это Невская косметика. Это, наверное, вот единственное мыло от Невской косметики. Давайте я сразу вам его покажу. Чтобы... Это мыло я покупала вместе с мамой. Я как сейчас помню, по-моему, в Ленте или в Окее в каком-то... А, вот, Невская косметика, вижу. И моя мама его... И моя мама его взяла в руки, понюхала и говорит, это мыло пахнет мылом. Очень приятно. Вот знаете, как должно пахнуть? Вот как пахло мыло всегда в доме, где живет там хорошая семья, где чисто. Я не знаю, есть у вас такие стереотипы какие-то? Это очень приятный штампик, очень приятный кусочек, очень приятное мыло. Надо мне его наверх поднять и использовать. Потому что хочется такой какой-то маленький кусочек в следующем. После вот такого вот кирпичика маленького. Какой-то такой миниатюрненький. Потому что у меня до этого тоже было большое мыло. И все-таки я ловлю себя на мысли, что большое мыло мне не очень. Ну вот, мне не очень удобно. Дальше, давайте я покажу, что еще, чего еще у меня есть много. Очень много мыла у меня от Арифлейм. Я не буду скрывать, что я считаю, что из каталожной продукции, которую я пробовала, Арифлеймовское мыло самое приличное вообще. Очень мне нравятся их ароматы, их разнообразие. 75 грамм. И я прошу не злиться тех, кто занимается фаберликом. Я его, кстати, использовала уже. Это второе, очень классное. Оно божественно пахнет. И оно пахнет парфюмировано. Очень крутое. Надо мне, кстати, опять посмотреть в каталок. И, может быть, заказать еще у них новиночки какие-то. Фаберлики мне ароматы не очень нравятся. Вот прям конкретно ароматы, понимаете. Не то, что качество мыла. Просто, ну вот, не на мой вкус, если так можно сказать. Вообще, я знаю, что есть любители фаберликовского мыла. Дальше у меня вот от Арифлейм есть кристаллик, по-моему, он называется. Или как-то так. Аметист. Это мыло я покупала в единственном экземпляре. И еще не пробовала, не тестировала. Даже не понимаю, как оно пахнет. Тоже 75 грамм. Здесь оно все в коробочках. Очень удобно хранить. Но я их буду использовать, мне кажется, уже в следующей зимой. Потому что сейчас у меня есть, что использовать. Дальше также от Арифлейм. Тоже в коробочке. Это какая-то лимитка очередная была. Я покупала, по-моему, это осенняя была. Тоже 75 грамм у них в основном. И это мыло, наверное, единственное, которое было без слюды. Ну, оно уже пахло, кстати, когда я купила, оно пахло более насыщенно. Сейчас так, немножко примитивно. Цветочный такой аромат. Кстати, 75 грамм. Мне кажется, это прям очень мало для мыла. Особенно, когда ты привыкаешь к 190 граммам. Дальше тоже новая достаточно серия. У меня есть Chill Out и Be Happy. Такие шуршащие упаковки. 75 грамм здесь. Сделано в Швеции. Слушайте, даже не понимаю, с чем. А, апельсин. А это лаванда. Ой, лаванду. Вот я прям хочу потестировать. Мне очень интересно. Я люблю ароматы лаванды. Так, это не все. Дальше у меня есть вот такой яблоко-корица, если я не ошибаюсь. Ну, корица точно я прям помню. Это зимняя была лимитка. И вот ничего не понимаю. На русском ничего нет. Оно круглое. Я чувствую. А, 75 грамм тоже. Очень приятный на ощупь. И упаковка очень приятная. Купила мужское мыло. Я не знаю, зачем я его купила. Я думаю, что я точно так же на кухню его поставлю. Потому что муж у меня мылом не моется. Моется только гелем для душа. Но мне так захотелось. Я так люблю эти квадратненькие. Мне вообще кажется, что квадратные, тонкие такие кусочки. Они очень-очень приятные, миниатюрные. 100 грамм, кстати, она. И можно его вообще недорого взять. Вообще по ценам на кусковое мыло. Я бы не сказала, что Арифлейм заламывает. Нет, нормально. Так, и это... Да, Арифлейм. Все правильно. А то я могу напутать. И еще одно мыло. Я нашла вот такое же, как нижнее было. Тоже 75 грамм. Оно, по-моему, ничем не отличается. Я его попробовала. И потом заказала еще два кусочка. Да, вот оно. Ох, ну красота же. Супер. О, я прям... Я еще почему хотела снять это видео? Я очень хотела перебрать все мыло, посмотреть, проанализировать. Вообще, как у меня, как обстоят дела, знаете. Так, с Арифлеймом все. Далеко давайте... Кстати, у меня от Эйвен нет ни одного кускового мыла. Вот это... А, нет, не все. Прошу прощения, у меня еще есть вот такое мыло. Мне его, по-моему, кто-то дарил это мыло. Так, 75 здесь или поменьше. Оно, кстати, такой необычной формы. Слушайте, а сколько... А, нет, 65 грамм здесь. Оно внутри потоньше, а сверху как бортики, знаете. Ну, такое простенькое, мне кажется. И я где-то слышала, что оно такое очень нежное по аромату. Да, давайте Фаберлик покажу. Фаберлик у меня два мыла. Одну из них я покупала перед зимой. Это в виде варежки. У меня такое же было в виде снежинки или в виде чего-то. Оно было абсолютно без запаха. Вначале был какой-то неуловимый аромат, причем приятный. А потом вообще полностью без запаха. Я не очень люблю такие вариации мыла. Сколько оно? 60 грамм. И, наверное, все-таки я из каталогов буду заказывать Reflame и Avon. В Avon классное мыло. Правда, у них его очень мало. Но оно по каким-то... Я бы не сказала, что очень выгодным ценам. И оно всегда в одной и той же вариации. То есть я попробовала его, и мне уже неинтересно покупать одно и то же. Мне нравится в Reflame то, что там всегда все разное. И еще у меня вот такое есть. Протеины. Молочные протеины с клубничным соком. И вот молочными протеинами. Я из этой серии много тоже пробовала. Такой приятный тоже маленький кусочек. Я надеюсь, что вас не раздражает то, что шелестит. Я просто обожаю эти шелестелки. Вообще, мне кажется, те, кто смотрят видео с мылом, они... Ну вот, они привыкли вот к этому. Если ты первый раз там включил видео, вообще любое, ты от всего в шоке. А когда ты смотришь на постоянной основе, ты понимаешь, что это, в общем, для такого видео он нормально. Дальше у меня есть, кстати, только два мыла от... Да, только два мыла у меня есть от EFROCHE. Вообще, с мылом EFROCHE очень тяжело все. Они его даже не выкладывают. Вот вы в магазин придете, его нет в магазине. Нужно его просить отдельно. А это я пришла, и была какая-то хорошая скидка на лимитки новогодние. Я взяла сразу два. Здесь неплохой такой вес у них. Они 150 грамм. Они вообще не маленькие. И у них такой аромат вообще. Вот мне надо будет обязательно использовать. Потому что они у меня были далеко. И я вообще забыла про то, что у меня есть мыло от EFROCHE. Вот, что бы я хотела в коллекцию, так это мыло от EFROCHE. И их классическую версию, там хорошие тоже кусочки, у меня вообще нет ни одного, представляете? Дальше у меня есть целых пять кусочков, которые я заказывала с сайта KAKO.RU. Это изготовитель Organic Shock, Ярославская область. Вообще, это шикарное мыло. Я его использовала. Уже тоже я разрезала его на две части. У него аромат до последнего кусочка. Такой же, как изначально. Вообще суперский аромат. Классное мыло. Если где-то вы увидите, вдруг очень вам советую. Оно мало того, что очень крутое, оно еще и так выглядит супер просто. Вот у меня есть, это просто их лимитка, по-моему, растительные масла. Дальше у меня есть ромашка алтайская. Класс. Я прям вот этими, тем, что у меня есть это мыло, я прям горжусь. Это у меня есть нейтральное эко-мыло. Оно вообще без запаха. Вот если аллергики. Кстати, таких тоже много. Потом у меня есть фиалка, гвоздика. И они были что-то вообще недорогие. Вот для такого веса. Для веса 200 грамм. Плюс-минус 10 грамм. Это вообще, кстати, такой нормальный вес. Оно было не очень дорогое, это мыло. И у меня еще есть бахчисарайская роза. Супер. Просто я прям рада этому мылу. Я очень рада. И как хорошо, что я его тогда заказала. Потому что, к сожалению, нигде его не найти. Ну, просто в продаже. Только на сайте. От весны. От весны, которая не очень хорошо хранится. У меня есть два мыла Абсолют. Которые я... Одно вот у меня открыто. Я вам сейчас покажу. Я его положу вот сейчас осенью. А, вот оно у меня уже, слушайте. Начинает портиться, что ли. Да. Начинает портиться. Ну, вот весна. В этом вся весна. Начинает испаряться глицерин. Видите? Ай-яй-яй. Жалко, обидно. Но никаких свойств оно не теряет. Просто оно пахнет не так. Но когда ты его начнешь мылить, оно все будет нормально. Весной я уже хотела его в мыльнице и детям, и себе. Потому что антибактериальное, знаете как? Начинаются прогулки вот эти ежедневные. Жалко. Весны вот у меня вообще нет в коллекции. Потому что я знаю, что она отвратительно пользуется. Ее нужно, пользуется, храниться. Ее нужно купить и сразу же положить в мыльницу. И у меня еще есть, это у нас природная защита и безопасность. Фито. Так, 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 так. Ну, я не знаю. А, белый чай и масло оливы. Давайте его тоже проверим. Мне прям интересно. Мне прям интересно. Тоже мне кажется. Или оно должно быть такое? Наверное, оно должно быть такого цвета. Сейчас по запаху. Да нет. Это нормальное. Это нормальное, но оно и свеженькое, я смотрю. Но, слушайте, оно достаточно сухое, вы знаете. Видимо, нормально. Напишите, девочки, знатоки, маломаны. Оно должно быть такого цвета или нет? Потому что мне прям вот интересно. В общем, хорошо, что посмотрела. Эти два кусочка в первую очередь я на пользование. Я как... Самое главное, что оно не теряет никаких свойств. Оно будет так же мылиться. Все будет точно так же. Но все равно не очень приятно. Поэтому и нужно периодически эти запасы перебирать. Дальше. В ленте у них есть вот такая коллекция. Это Little Times для детей. Сто-граммовые кусочки. Конечно, как я могла пройти? Мне надо было. Я взяла себе. Очень приятные кусочки. Это детка моим в мыльницу. Очень хороший такой. Приятненький. Тоже оно, кстати, сухое уже. Запах вот у них всей серии и у геля, и у шампуня, у всех средств одинаковый аромат. Такой достаточно приятный, нейтральный. Такой немножко цветочный, я бы даже сказала. Дальше. Наше местное мыло, которое я брала в музее. Это шуйское мыло ручной работы натуральное. Мраморированное, наверное. По-моему, у меня... Так. Сирень. Сирень у меня. Давайте я вам попробую его. Это я этим летом покупала. Очень красивая, кстати. Сколько здесь грамм? Сто грамм. Ну, через шуршалку ничего не ощущается. Но, насколько я знаю, шуйское мыло очень хорошее. А вот написано «сирень». Я помню, что где-то сбоку. Видите, вот, сирень. Надо будет мне, наверное, еще какой-то кусочек прикупить. А то как-то мне даже стыдно, что я наше местное мыло не покупаю. Если честно. Так, дальше. Изготовитель, я не помню, БС Рус. Да, БС Рус. Вот такое я покупала в виде сердечка. В магнит-косметик оно было долго на акциях. Я его взяла детям, опять же, в мыльницу. БС Рус тоже очень хвалят. И оно, кстати, по-моему, хорошо хранится, БС Рус. От Спивак. Мне дарили апельсин и корица. Оно прям, смотрите, как упаковано вообще круто. Два года срок годности. До 2022 года оно. Так, 100 грамм. Ну, это оно свеженькое. Это прям вот вниз я положу. Я не скоро до него дойду. У меня тут, видите, другое есть. От Аиста у меня всего лишь одно мыло. Ой, 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 ой. Ну, как же, чтобы не уронить. И то хозяйственное. Когда я его покупала, оно было полностью заполнено. Представляете, как оно усохлось? Вы видите? Прям. С глицерином оно. Для стирки, для того, чтобы пятна какие-то, 150 грамм, выводить. Потому что всегда, я не знаю, как у вас, вот у меня, даже если я, ну, я стираю всегда в машинке, все равно вручную что-то приходится. Дальше. Я в Ленте покупала вот такое черное мыло. Я так долго на него смотрела. Здесь 150 грамм. Это производитель. Слушайте, а кто производитель? Мне даже интересно. Не знаю, какое-то непонятное для меня турция, наверное, какая-нибудь. Потому что огромный кусочек черный. И оно тоже свеженькое у меня. Пока оно, ну, прямо большущий. Просто. Очень красивое мыло. И очень классно оформлено. Просто супер. Просто супер. Давайте вот так вот. Так, что еще из интересного? Реши, у меня есть мыло. Одно мыло я брала себе. Я делала как-то заказ у них. 150 грамм с голубой глиной. Вот оно такое. Ох, ну пахнет оно, конечно, у них просто супер. Причем такой достаточно мужской аромат, если честно. Кусочек такой необычный. С такими острыми углами прямо. Пахнет восхитительно. Просто восхитительно. Тоже до 2022 года. Так что. Но оно, видите, в коробочке. И хранится у меня все мыло в темном месте. Хотя говорят, что вроде как это не важно. Но все равно. Дальше вот такое мыло мне, по-моему, дарили из Турции, если я не ошибаюсь. Так. Кстати, вот оно до 2021 до августа. Ой. До июля. Ой. Пахнет как будто хозяйственное. Если честно, а не как будто туалетное. Сейчас я его выну. Мне интересно. Мне кажется, я, кстати, его не вынимала, когда мне его дарили. Ой. Открыть бы, слушайте. А, вот. Красивое. Такое тоненькое. Приятненькое. И тоже сухое уже, вы знаете. Ох. Да, пахнет таким мылом, которое было у моей бабушки у умывальника на улице. Вот. Что-то такое. Достаточно резко. Дальше. Фреллия. 100-граммовая. Я не помню, где я его брала. По-моему, в доброцене, что ли. Я помню, что что-то очень-очень дешево. Вот такое мыло. Вот оно. Тоже очень приятный кусочек с выемкой. Просто. Аромат шикарный. Свежий бриз. 100-граммовая. Ну, изготовитель я не знаю кто. Потому что, мне кажется, Фреллия это... Ну, девочки знающие напишут. Потому что я так себе, слушайте, даже не буду строить из себя знатока. Я просто покупаю мыло. И радуюсь тому, что оно у меня есть. Дальше. От Леном. У меня есть мыло с активированным углем. Тоже не помню, где брала. Все брала у нас в городе. Я не заказывала ни разу нигде. Слушайте, оно тоже такое достаточно большое. Здесь сколько? Ну, 100 грамм-то точно есть. Что-то, видите, не написано. Заклеено. А, нет, кстати, я вам вру. Я его заказывала на Озоне. Мне не хватало до бесплатной доставки. 80 рублей, по-моему, оно стоило. Я заказала его на Озоне. Вот так вот. Рецепты бабушки Агафьи. Вот мне подарили это мыло на 8 марта. Между прочим, я так понимаю... Ромашка и мята. Я так понимаю, что купили в Магнит Косметик. Потому что я пришла в Магнит Косметик и его там увидела. Не пробовала вообще бабушку Агафью. Конечно же, вот не могу не показать вот это мыло. Очень клевое мыло. Тоже оно антибактериальный эффект. Такое массажное. Непонятно, конечно, для чего. Но прям кусочек классный. Очень приятный. Он небольшой. Я бы даже сказала, что такой миниатюрненький. Мыло твердое. Номинальная масса 90 грамм. Класс. Такое было желтое. Точно помню. У меня только зелененькое. От Кирасус. У меня есть одно мыло. Так. Туалетное, твердое, 3 года, срок годности 100 грамм. Его не открыть. Слушайте, ну давайте откроем. Мне интересно. Ну как вот не открыть? А, тем более оно... Ну как же вот. Как же его... Ой, какой красивый. Посмотрите. Там видите какая-то штампик. Выпуклый кирасус написано. Ой, какой аромат. Слушайте, мне надо еще посмотреть этот кирасус. Потому что я не знаю, как правильно ставить ударение. Очень приятный аромат. Такой, я бы даже сказала, парфюмированный. Очень приятный ароматик. Очень. Так. Вот такое. Вот у меня есть мыло. По-моему, я его покупала тоже в фикс-прайсе антибактериальное для рук. Я не знаю, кто здесь... Ой, все на нерусском написано. Это какой-то Эвиап. Не знаю, кто это. Не русский производитель. Поэтому я имею в виду не... Потому что русских вот... Эвка, еще есть НМЖК, по-моему, как-то называется. Оно, знаете как, оно на слуху все знают. Потом у меня есть мыло вот такое. В виде елочки. Как вы понимаете, мне дарили его на Новый год. И это как ручная, видимо, какая-то работа или какая-то лимитированная версия. Поэтому написано, что Санкт-Петербург Квинта Плюс. Если кому-то что-то это сказала, то... И вот такое вот тоже оно живое крымское мыло. Изготовитель частная компания. Привозил мне кто-то с Крыма. Маленькая-прямаленькая. Здесь прям объем миниатюрный вообще. Я не знаю сколько. 20-30 грамм, мне кажется. 50 максимум. 45. Вот. Прям чик, все. Так что вот такая коллекция у меня. Мною очень любимая. Очень желанная. И кто-то, конечно, скажет, что это очень мало. Кто-то скажет, что это очень много. Кто-то скажет, да Марина, у меня одно мыло в мыльнице и все. Для меня это идеальный вариант. Потому что у меня есть выбор. Я могу подумать, какое взять. И у меня есть то, что если я вижу, что я... Если я знаю, что я чего-то хочу, я обязательно куплю. То есть у меня нет такого, что у меня уже очень много. И мне нельзя ничего покупать. Поэтому спасибо вам большое за просмотр. Если у вас возникли какие-то вопросы, обязательно их задавайте. Пишите, спрашивайте. Если я сказала что-то неправильно, обязательно меня исправьте. Я абсолютно адекватно к этому отношусь. И всем всего доброго. И до скорых встреч.